Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, по поводу вчерашнего этого дикого обстрела Киева, ну, я сейчас просто расскажу в двух словах, чем он был вызван, почему так подгорело на Кремле, и куда они в результате попали, криворукие эти. Значит, смотрите, чем был вызван вчерашний обстрел, там не только Киев был, там же прилетело и Фастов, полетело в Хмельницкий. Короче говоря, у Путлера была истерика, он вчера плевался ракетами, ну, просто беспрерывно, как какой-то пироманьяк. А он и есть пироманьяк. Так вот, чем это все было вызвано? Все довольно просто, ребята. Вчера, после того, как американцы проголосовали Ленд-Лиз, по-моему, у Ботоксного снесло крышу, и он отдал приказ плевать этими ракетами, из чего только можно. Они летели вчера по Украине, ой-ой-ой. В частности, вот эти ракеты, которые летели по Киеву, их было три штуки, летели они в одну цель. Надо сказать, что эти мудаки сейчас шлют ракеты по три. То есть, они как думают? Ну, они прекрасно знают, что они косорукие. Одна ракета, как правило, не долетает, она куда-то залетает в сторону. Но две ракеты будут лететь в цель, при этом, значит, одну собьют, ну, а одна долетит и гахнет. При этом они не учитывают, что иногда цель, как говорится, давным-давно уже освобождена и не работает, а стоимость одной ракеты вместе с запуском, там, порядка 12 миллионов долларов. Ну, им похрен, потому что бабушки их не сдюжат, пенсионеры сдюжат, они еще Путину ракет наклепают. Правда, уже не из чего. Так что не сдюжат, да, не из чего. ЗИПа нету, электроники нету. Так что, без электроники эта вся фигня по советским старым картам не летает. Как у них самолеты летают, это цирк. Ну, неважно. Короче, послали они три ракеты. Все получилось просто по катахезису. Одна залетела фиг знает куда, вообще непонятно где она. Она, короче говоря, испарилась, она где-то улетела. Вторую действительно сбили. А третья прилетела практически по заводу Арсенал. Но попала не в сам Арсенал, она попала в небольшое там здание между... Короче говоря, она упала рядом с этим Арсеналом. Не буду описывать точно. Единственное, что она сделала, она нанесла ущерб новостройке, которая находится там по другую сторону улицы от завода Арсенал. То есть, в Арсенал она не попала. Она вызвала небольшой пожар в одном из цехов запущенных, который не работал. Сгорело несколько окон. И там одна, может, 20% этого цеха. То есть, ну, ущерба какого-то критического там не было нанесено. В то же самое время фасад этой новостройки, да, был нанесен довольно серьезный ущерб. Часть ракеты завалилась прямо им, как говорится, по подъезду. Значит, по поводу новостройки, она не была заселена. Там находилось, на верхних этажах находилось несколько строителей и сторож. Шесть человек ранены. Все живы. Легко ранены. Я не знаю, их там требовалось госпитализации или нет, я уже не скажу вам. Что сильно пострадало? Сильно пострадал фасад здания и вот сам подъезд. Вот это, да, это пострадало. Было очень много строительного мусора полетело оттуда, конечно. Да, был пожар там, сям, по разные стороны дороги. Но, собственно говоря, это и все. Это и все. Своей цели они не достигли. По заводу «Арсенал» они не попали. Я не знаю, там он сейчас работает или не работает. Он не выглядит работающим. Но не могу сказать. Ты думай, если там что-то работало, то они уже давным-давно это, скажем так, диверсифицировали. И рассовали по разным цехам в разных районах Киева. Поэтому плюся ракетами, не плюся. Это тебе ничего не даст. Кстати, да, по поводу ракет. Американцы посчитали, что по Украине он выплевал уже 70% всех ракет, которые у него уже в принципе вообще есть. То есть, он выплевал по нам уже 1900 ракет. Толку? 0,0. Он абсолютно ничего не добился. У нас все как работало, так и работает. А вот Европой он теперь угрожать никак не может. Потому, что у него осталось там, не знаю, там может полтысячи ракет осталось. Ну, а этими же полтысячами ракет он, конечно, может дальше доплеваться по нам. Но это опять-таки ничего не даст. Потому, что если не помогло тебе там 2000 ракет, грубо говоря. То где у тебя гарантия, что тебе помогут 500? Конечно, не помогут. Ничего тебе уже не поможет. Первый момент. Второй момент. Он же должен чем-то угрожать европейским странам. А угрожать уже нечем. Угрожал, кажется, Павел, полностью. Нету ее больше. Все. Плюс новые ракеты он же построить уже не в состоянии. Потому, что элементарно нет УЗИ, не из чего их собирать. И вот, как говорится, вот это вот бешенство кремлевского карлика. Оно им дорого обходится. Потому, что он такой мудак, что он просто не сумел правильно распорядиться своими ракетами. И, как говорится, и сам сел в лужу, и свою Россию посадил в лужу. И, ну, об этом мы расскажем отдельно. А пока что вам скажу одно. Вот это все ракета посылания по нам. Это просто ничего абсолютно не дает. Это вызывает... Он рассчитывал на панику. Он рассчитывал на то, что Украина станет на колени. Ну, тут он немножечко ошибся. Украина становится не на колени, а на колено. Но в одном случае, когда на другом ботинке мы завязываем берцы. Слава Украине!